добрый день дорогие друзья всех приветствую на своем канале так вот сегодня у нас 30 апреля я наконец-то приехала на дачу и хочу сразу показать мою рассаду которая меня отлично дождалась немножко я переживала за нее потому что стояла она у меня в неотапливаемой бане но судя по всему все очень хорошо все растения адаптировались немножко конечно до стресс был но состояние очень хорошее все бодрые здесь лобелия у меня циния сейчас проверю земля кстати даже влажная то есть сейчас даже наверное выборочно буду поливать а так в целом просто все замечательно сейчас посмотрим на другом окне вот они стоят помидорки баклажанчики перчики ну что же целом все очень хорошо так она к ней тут еще непосредственно петуньи петуни тоже замечательно себе чувствует все все рассада меня дождалась ну что теперь сейчас пойдем сходим в теплицу посмотрим как там растение которое я оставила с открытой форточкой все пошли так вот идем в теплицу пусть и как птицы поют обалдеть так что тут у нас ну что ну кроме того что все заросло конечно по моему что тут тоже все живы так ну с этими товарищами ничего страшного он замечательно капуста единственно надо поливать пари ордодендрон а вот кстати начинают сходить базилик все сейчас буду все поливать обязательно сейчас посмотрим сколько градусов с открытой форточкой что вполне приличная температура 22 градуса все начинаю полив утро 1 мая погода хорошая и сегодня будем отмечать 1 май ударным трудом по подготовке огорода и я думаю что сегодня же я буду сеять свеклу морковь и редис различные травки в общем работа полно день начался традиционно заходим в теплицу с утра посмотрим так тут если бы не трава то все было бы замечательно и с открытой форточкой с утра 34 градуса вот так вот все нормально тут все довольны все живы все процветают надо пропалывать конечно давайте пойдем к огороду посмотрим клубничка даже кустик который я думала что загибается видите он желает пошли зеленые листочки так вот дорогие друзья хочу показать своего верного друга электрический культиватор сейчас именно огород я буду распахивать с его помощью замечательная штука он легкий одновременно достаточно мощный кстати всем вот женщинам рекомендую управляться с ним очень легко так что сейчас думаю за часик управлюсь так и вот еще хочу показать сейчас под распашку я буду вносить в землю такую доломитовую муку чтобы понизить кислотность раскислить чуть-чуть так что грунт у меня все-таки кисловатый немножко есть слонение в кислую сторону и так как у меня печное отопление очень много золы то конечно же обязательно внесу залу в качестве удобрения а а так вот хочу показать разбрасываю значит доломитку золой и вот это сейчас буду все закультивировать а вот эти грядки у меня уже готовы сделано то есть земля по внешним виду достаточно хорошая к черненькая жирненькая напомню что прошлый сезон я всех грядки мульчировала травой скошены для повышения плодородности ну вот в этом году посмотрим какие будут урожаи так включусь немножко позднее ну вот друзья работа по культивированию огорода закончена смотрите как уже смотрится красиво аккуратно знаете работа на земле это вместо фитнеса вполне заменяет и наклоны и приседы и поднятие тяжести поэтому совмещаем приятное с полезным тем более такая прекрасная сегодня первомайская погода так что потрудилась я очень удачно я считаю ну теперь как говорится перерыв на обед а потом приступлю посевом что друзья уже вечер наконец-то я засеяла весь свой огород сейчас я все полью еще хорошенечко значит что я посеяла посеяла свеклу с морковью по два сорта что касается свекла это цилиндра и это вытянутый сорт и круглая бора морковь двух сортов принципе обо всех сортах я рассказывала видео о покупке семян ссылочку я оставлю наверху далее я посеяла шпинат рукколу петрушку укроп редис салат красный и зеленый так ну что касается огорода то согласно моему плану которые составляют в начале каждого года с учетом севооборота сейчас в данный момент у меня засеяна вот эта вот грядка но не до конца потому что вот с этого края я буду сажать высаживать лук порей вот эти вот три грядки которые не политы они светленькие они пока остаются пустыми даже 4 4 остаются пустыми потому что здесь расположится капуста когда она будет готова к высадке и тыквы кабачки и вот начиная с этой грядки здесь стоят пакетики вот в частности здесь посеяна посеяны всякие травки сейчас я ее тоже полью хорошенечко в принципе сроки посадки примерно стандартные но единственно в прошлые годы я посева начинала даже в конце апреля в этом году немножко пришлось задержаться за вот этих всех обстоятельств с вирусом но тем не менее практически я укладываюсь в график так что ничего страшного сроки у меня практически не нарушены да и кстати вот эта грядка которая сейчас поливаю здесь я высадила лук сивок двух сортов это красный и обычный лук репка сегодня прекрасная погода солнце уже садится за лес день очень продуктивный я сделала все что я планировала впереди еще очень много работ и с рассадой до сутка рассады в теплицу будет и посадка цветов рододендрона конечно еще отдельная история постараюсь снять как я это делаю как подготавливаю яму кстати высадка гладиолусах и георгийных тоже не думаю что произойдет за эти майские праздники так что надеюсь что у вас тоже все отлично чтобы проводить свое время за городом работаете своих садах на огородах на сегодня я буду прощаться к сожалению это видео я выложу уже наверное после майских праздников когда вернусь в москву потому что здесь такой возможности нет очень плохой интернет ну я думаю что все равно кому-то будет интересно посмотреть как я провела эти выходные все всем большое спасибо за просмотр и всем здоровья и до новых встреч